Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков от компании Тегмилы с именем Артур Идиатуллин. Валатимия считается главным врагом инвестора, бороться с которым невозможно в силу того, что это следствие экзогенных факторов, то есть рыночных шоков или новостей, но которого следует избегать. Тому есть эмпирические подтверждения и главный из них это несимметричная реакция доходности актива на плохие и хорошие новости. Замечено, что при выходе плохих новостей волатильность доходности актива обычно возрастает сильнее и сохраняется дольше, чем при выходе положительной новости. На фондовом рынке такая закономерность, известно, закрепилась в поговорке «рынок поднимается по ступенькам, но спускается вниз на лифте». Если в качестве актива рассматривать акции, то объяснение данной закономерности может звучать так. В случае плохого шока падает цена акций, так как снижается рыночная капитализация. В структуре капитала происходят изменения. У структуры капитала у нас обычно представлено акцией плюс облигацией. При снижении рыночной капитализации, естественно, растет удельная доля облигаций и, следовательно, растет риск держания акций или растет рычаг в акции. Поэтому, если рост волатильности ассоциируется больше с плохими новостями, логично ожидать, что традиционным инвесторам следует избегать ее. Первые модели и следующие кластеризации волатильности типа ARCH, GARCH, которые были разработаны еще в конце 80-х годов прошлого века, они указали на этот недостаток, то есть на симметричность реакции доходности актива на новости, что привело к созданию улучшенных моделей типа экспоненциальной GARCH модели, которая позволяет включать в ответ несимметричность ответа на шоке различного знака и показало, что она действительно лучше моделирует поведение волатильности. Однако, говоря о трейдерах, повышенная волатильность может быть предпочитаемым фактором, нежели чем нежелательным. Например, для некоторых простых опционных стратегий типа straddle повышенная волатильность необходимым образом влияет на их прибыльность и, соответственно, можно предположить, что с падением волатильности на традиционных рынках трейдеры могут обращать внимание на нетрадиционные классы активов, в том числе и криптовалюты. Недавняя капитуляция мировых ЦБ в попытках нормализовать монетарную политику, то есть объявление паузы неопределенной длительности, вероятно, стала одной из причин того, что во вторник произошло синхронизированное вливание капитала в криптовалютный рынок. Вот здесь это представлено в виде резкого взлета цены биткоина. Объем вливаний составил почти 100 миллионов долларов и произошел через три крупных биржи Coinbase, Kraken и Bitstamp. Я позволю себе здесь в некоторой степени голословное утверждение, что именно политика мировых ЦБ может вызволить криптовалютный рынок из-за забвения на некоторое время, то есть станет основным среднесрочным драйвером интереса к нему. Перевес криптовалют в идеологическом противостоянии фиатной валюты против цифровых альтернатив. Из-за относительного паровала политики ЦБ, то есть сопутствующего возобновления интереса как властей к блокчейну, так и их уступки в легальном использовании, в легальном применении криптовалют, это все пока что остается такой любопытной умственной спекуляцией, но не больше. Если рассматривать волатильность как стационарный процесс в широком смысле, то есть который возвращается к долгосрочному среднему значению, то всплеск активности в Биткоине напрашивался и с этой точки зрения, ведь волатильность доходности Биткоина, как видите, близилась в марте почти к историческому минимуму, прежде чем снова вот здесь перейти в рост. Поведение волатильности в ответ на положительные рыночные шоки в нетрадиционных активах должно сейчас отличаться от поведения волатильности в тех же акциях, то есть размах, амплитуда скачков доходности в Биткоине на положительные новости должна быть сильнее. Во-первых, потому что криптовалютный рынок скинул в себя основной сейчас спекулятивный груз, во-вторых, стандартные способы фундаментальной оценки активов здесь неприменимы, что представляет собой Биткоин, как ценная бумага, что есть риск в нем совершенно непонятно. В-третьих, ориентиры трейдеров здесь совершенно другие, в силу того, что это более спекулятивный рынок. Следовательно, причины неприятия волатильности, схожей с той, которую я привел в начале статьи, здесь нет. Фундаментальная причина роста пока остается не ясной, однако согласованное движение котировок на трех крупных биржах скупка равными объемом почти в 7000 биткоинов по каждой бирже в течение часа говорит о том, что это была, скорее всего, реализация задуманного плана. Любопытно, что объем дневных торгов по виртуальному аналогу доллара Тезер составил примерно то же значение, что и на биткоине, вот здесь видно это на графике. И очевидно, что котировки ввела пара биткоин Тезер. Стоит также напомнить, что Тезер обновил описание на главной странице, заявляя, что каждая монета обеспечена традиционной валютой, денежными эквивалентами и другими активами компании. Это вы можете увидеть на главном сайте Тезер. Сильному движению сопутствовала ликвидация позиций многих участников рынка по стоп-лосс, общая направленность торговли на следование тренду на криптовалютном рынке, экспирация также крупного объема пункционов на бирже Дерибит происходила. Объем торгов на бирже цифровых деривативов подскочил до 40 миллионов долларов повторных, поэтому влияние рынка деривативов также не стоит недооценивать о формировании рыночных настроений на криптовалютном рынке. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу перспектив криптовалют на этот год. На этом все. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...